Братья и сестры, я всех вас благодарю за молитву, которую мы совершили в этот наступающий день воскресения и в этот вечерний час. Молясь Господу о славном Его воскресении, мы вспоминаем о том, как Он явился ученикам в Своем на Деверянском море, где, как описывает это Иоанн Богослов, свидетель событий, Господь предложил им хлеб и рыбу, несмотря на то, что сами ученики всю ночь вместе с Петром, который отпал от лика апостольского, ловили и не могли ничего выловить. И вот Господь еще и еще раз показывает, что мы без Него ничего не можем делать, ничего доброго, ничего полезного. И более того, одна из молитв, которую мы читаем в завершении Божественной Литургии, напоминает нам о том, что всякое благое даяние, которое есть на земле и всякие дары, которые Господь дает нам, и мы имеем здесь и таланты, и мудрость, и многое другое, все это исходит от Бога, источника всякого блага. Поэтому и здесь ученики не могли быть автономными от Господа. И еще и еще раз через это явление их бесполезного труда всю ночь, и всего лишь одного слова повеления Господня, когда в сети набрались множеством великих рыб, Господь дает нам уразуметь мудрость, с которой Он заботится о нас. И ученики вылавливали эти рыбы, а каждая из этих рыбок стремилась исполнить Господнюю волю, и по Его повелению приплыть для того, чтобы попасть в эти сети, настолько Творение Божие слушается своего Господа. Это явление показывает, что Господь дает нам возможность, опираясь на Него, совершать все, что нам необходимо. А ученики, которые видели очередное чудо Господа, уже не смели вопрошать, кто ты, странник, стоящий здесь на берегу, а понимали, что это их Спаситель, их Учитель, который воскрес и являлся им. Но уже иным образом Он дает постичь им, что они должны будут набраться этой премудрости и еще и еще раз послушания. Потому что послушание Господу, верность Ему, открывает нам возможность Богу действовать через нас в этом мире. И вот этот урок послушания, урок надежды на Господа и несумненной молитвы, с которой мы должны прибегать к каждому доброму делу, которое совершаем здесь на земле, это дает нам огромную мудрость, чтобы в этом мире не терять время попусту, а с Божьей помощью это время тратить на добрые, благие дела. И даже это какие-то бытовые вещи, как улов рыбы или строительство дома, или что бы мы ни начинали, все без молитвы бессмысленное и бесполезное. Молитва дает нам возможность Богу действовать в нас, а надежда дает нам возможность с помощью Божьей видеть совершение задуманного. Потому что, по словам псалмопевца Давида, если Господь не зазиждет дом, то в сует, пусто и бесполезно трудятся зиждущие, то есть строящие это здание. Будем же уповать на Господа и всякое наше дело совершать с молитвой, как и положено это делать в христианском мире. И будем доверять Господу, что и знать, что Он всегда рядом с нами. Даже когда мы трудимся, и порой всю ночь бесполезно проходят наши дела, а ночь – это образ этой жизни, потому что и апостол Павел говорит, что здесь мы все совершаем как бы через мутное стекло, а там, в будущем веке, будем видеть все ясно и понятно, четко, для сердца понимаемо, что происходит. Вот эта жизнь, она больше похожа на ночь, и в потемках мы ищем путь к Господу и просим, чтобы Он нас в этой ночи вывел на правильные пути жизни, таким образом, что бы мы ни совершали в этой ночи, даже когда нам кажется, что это бесполезно, надо помнить, что Господь-то близ, Господь рядом, придет и всегда поможет. И накормит, если мы голодные, напоит, даст кровь, питание, лишь бы мы были с Ним, лишь бы нам не отпасть от числа учеников Его. Тогда и Господь всегда подаст нам руку помощи, как апостолу Петру, и даст все эти, то есть все наши дела совершит и умножит так, как мы не ожидаем. И, конечно же, наполнит наше сердце миром и любовью, с которой Он и пришел в этот мир ради нашего воскресения, ради нашей будущей жизни, ради нашего бесконечного, постоянного, благодатного общения с Небесным Отцом, которое, возможно, стало после воскресения Христова. С праздником всех вас поздравляю! Еще раз благодарю за молитву! Завтра приглашаю на Божественные Литургии, которые будут совершаться здесь, в нашем храме и в других храмах города. И вместе с этим еще раз напомним, что в следующее воскресенье мы будем молиться вместе с нашими подрастающими поколениями, которые пойдут учиться в школу и начнется новый учебный год. Поэтому заранее, даже не обязательно в воскресенье, в субботу и в предыдущие дни, чтобы не было большого скопления людей, приглашаем всех, чтобы деточки причастились, получили благословение, чтобы в молитве церковной им подал Господь помощь, а по обращению к святым, таким, как преподобные Сергии и другие святые отцы, по этой молитве, чтобы и им Господь дал мудрость для хорошего учения и для роста духовного, которое должно идти вместе, в ногу с мудростью житейской. Потому что можно быть хорошим человеком, ученым, профессионалом своего дела, но при этом быть человеком неблагочестивым, злым, ненужным для нашего общества. Поэтому будем сопрягать и мудрость житейскую, и мудрость духовную. И в первую очередь давать это познать детям, чтобы они знали истинные, правильные, прямые пути в этой жизни. Поэтому всех своих внучков, детей давайте сюда в храм, чтобы они у нас здесь помолились и научились молиться. Как они научатся себя хорошо вести, если они не бывают в храме, где большая часть людей хорошо себя ведет. Взирая на наш пример, и они будут тоже, подражая, вести себя правильно, а через это правильное поведение будут, конечно, и мудреть, и становиться благочестивыми людьми. Ибо если мы не подадим им правильного образа, то тогда, что они в этой жизни постигнут, а потом еще будут и нас ругать, что мы знали эти пути, а не дали им по ним ходить. Ну и вместе с этим 1 сентября начнется обучение, воспитание в духовном и бархиальном образовательном центре, который существует при нашем кафедральном соборе. И поэтому желающие могут записаться на следующий учебный год. Ну а те, кто учатся продолжить это обучение, и 1 сентября тоже. Мы благословим всех, кто в этой воскресной школе, в этом центре и бархиальном, здесь будет проходить свое воспитание. У нас много задумок, много интересных проектов на этот год. Пусть ребята приходят, все будет то, что нужно для них, и то, что будет полезно для души. Поэтому давайте знать окружающим, чтобы они не потеряли это благодатное время спасения, которое дает нам Господь. Храни вас Бог, всех благ, и благословение Божие на этот вечер, на предстоящую ночь.